МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ноябрьске открыли проезд по дороге в аэропорт. Участок дороги был временно недоступен для движения автомобилей из-за ремонта. Как рассказали в администрации города, в данный момент все работы по обустройству дорожного полотна завершены. Запрещающие знаки убраны, дорога открыта. Подрядчику осталось доделать некоторые виды работ, в частности, укрепить обочину. Приемка отремонтированного участка уже состоялась. Гарантийный срок на новую дорогу 5 лет. Кроме того, как рассказал глава города, Ноябрьск уже получил финансирование на замену освещения на данном участке дороги. У нас был проект на замену освещения по дороге до аэропорта. Нам выделили дополнительное финансирование. Это будет переходящий контракт. В этом году мы закупим сами опоры, стаканы, освещение, кабель. И в следующем году уже непосредственно установим. Так что здесь у нас в следующем году появится современное новое хорошее освещение. В этом строительном сезоне дорожные работы еще продолжаются на двух участках. Высоцкого и на проспекте Мира в районе путепровода. Объем работ на Высоцкого остался небольшим. И в ближайшее время движение там также будет открыто. Что касается подъезда к путепроводу, там ремонт должен завершиться в октябре. В последний день сентября для посещения открылась многофункциональная площадка в районе второй школы и нового детского сада Дюймовочка. Территория включает две функциональные зоны – игровую и спортивную, где установлены столы для настольного тенниса и баскетбольная площадка. В игровой части разместились батуты, качели, горки и песочница. Также на площадке оборудованы прогулочные дорожки, скамейки, освещение, видеонаблюдение и даже возможность вызова экстренных служб. Установлена у нас здесь еще одна умная опора, которая дает Wi-Fi при соединении. Кнопка на ней 112, нажимаешь, мы сейчас подключим, ЕДДС, она будет запитана и будет работать. Ну, вдруг помощь кому-то какая-то понадобится. Ну и нашей молодежи – это раздача Wi-Fi. У администрации Ноябрьска будет больше полномочий по контролю. Городские власти в четверг вынесли на рассмотрение Думы вопрос утверждения сразу четырех положений муниципального контроля. Новые функции появятся в сфере благоустройства, объектов дорожной сети и проведения ремонтов на них, а также жилищного фонда и теплоснабжения. Впервые городские чиновники получат возможность проверять ход ремонтных или строительных работ на сетях, находящихся в обслуживании, например, Энергогаз Ноябрьска. По каждому виду муниципального контроля будет разработан единый порядок проведения проверок, внеплановых рейдов и контрольных мероприятий. Муниципальный жилищный контроль имеет право делать предварительную пятидневную проверку на фактические выявления или неподтверждение своих фактов на нарушение именно договора управления. Будет предварительная проверка по праву принадлежности жилого помещения и уже, соответственно, будет разграничено в тот или иной орган. Но, опять же, согласно 59-го федерального закона, если это поступило в администрацию города Ноябрьска, будет перенаправляться по подведомствам стилгосударственный жилищный надзор. В восьмом микрорайоне появилась парковка, обустройство которой ждали с момента сдачи новостроек. Еще в 2019 году активисты собирали подписи под обращением к губернатору с просьбой решить проблему отсутствия стоянки для автомобилей. Для этого района города проблема парковок – одна из самых больных. В каждом доме здесь около 400 квартир. Территорию для автомобилей подготовили в районе домов 121, 123 и 125 по улице Магистральной. Работы начались в июне этого года. Тогда часть жителей микрорайона выразили недовольство вырубкой деревьев. Сосны и березы здесь ликвидировали, чтобы на этом месте организовать удобные парковочные места. В итоге появилась стоянка, рассчитанная на 336 парковочных мест. Кстати, жители домов в этом районе отнеслись к новой парковке с гораздо большим уважением, чем собственники машин на Высоцкого. Асфальт здесь никто не исписывает и знаки не устанавливает. На Ямале еще на два месяца продлили выдачу бесплатных лекарств от гриппа и ОРВИ. Изменения внесены в соответствующее постановление губернатора. Пациентам наборы выдают на приеме у терапевта или педиатра, а также если вызвать врача на дом. Бесплатные лекарства начали выдавать с июля 2020 года. Это беспрецедентная мера поддержки для всей страны. Бесплатные лекарства заболевшим не выдают ни в одном другом регионе России. Сегодня начался школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Первым предметом стала физика. В этом году впервые ее пишут онлайн. Кроме физики, также химию, информатику, математику, биологию и астрономию надо будет проходить на сайте Sirius курсы. Доступ открывается только в день проведения испытания. Несмотря на то, что Олимпиады дистанционные, в школах организуют процесс таким образом, чтобы написать их ученики могли в учебном заведении. Организаторы уверяют, найти ответы в интернете не получится. Задания авторские. Впервые в этом году ученики Ноябрьска будут показывать свои знания не по 21 предмету, как ранее, а по 22. Добавился китайский язык. Продлится школьный этап Олимпиады до 28 октября. Я напоминаю, что в школьном этапе могут принять участие любой желающий ученик школы. Это по математике и русскому языку с 4 класса начинается Олимпиада, по всем остальным предметам с 5 класса. У нас были такие прецеденты, когда ребята принимали участие и в 5, и в 7, и в 10, и в 11, и в 17 Олимпиадах. Они пробуют, они ищут себя. Может быть, как раз и цель-то Олимпиады направлена на выявление одаренных детей. Учитель физики из Ноябрьска не смог пройти в следующий этап конкурса «Учитель года России-2021». В Ростове-на-Дону объявили имена 15 лауреатов. Александра Бабаева среди них не оказалось. Журналистам «Ноябрьск-24» педагог рассказал, что не расстроился. За победителя окружного этапа переживал весь Ямал. В соцсетях развернулась целая компания в его поддержку. Учителя и школьники снимали видео и фото и размещали в сети с хэштегами «Реальный физик» и «Ямал Забабаева». На этапе голосования за него проголосовали больше 2000 человек. В Ноябрьске появятся парные уроки музыки для мам и малышей. Занятия открывают при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Новое направление «Мьюзикум» начнут преподавать в музыкальной школе номер 2 имени Коха. «Мьюзикум» поможет малышам в эмоциональном, музыкальном и интеллектуальном развитии. На занятиях будут проводить упражнения с массажными мечами для развития моторики, речи и координации движений. Также малышей познакомят с уникальными для детского слуха шумовыми инструментами и многим другим. Занятия подойдут для женщин с детьми от полутора до трех с половиной лет. В центре Ювента поздравили пенсионеров с Днем пожилого человека. Способ выбрали оригинальный. Бабушкам предложили поиграть в конструкторов убора. Деревянные фигуры напоминают немного обычные кубики. На деле же конструктор сложнее, чем кажется. Развивает пространственное воображение, моторику, координацию, логику. И в целом, чтобы постройка получилась, необходимо мыслить как инженер. В Ювенте конструктор появился благодаря гранту «Родные города» компании «Газпромнефть». Такое времяпрепровождение бабушки восприняли на ура. Это больше на головоломку похоже. Иногда мы делаем что-нибудь, не задумываясь. А вот здесь нужно обязательно думать, представлять. Без картинки. Вот лично я вот сейчас собрала. Вот девочка мне немножко подмогла. Вот видите, такой картинки здесь нет. Наши педагоги познакомились с самим конструктором, из чего он состоит. Со схемами, которые можно на этом конструкторе делать. И затем сразу же на месте провели небольшое соревнование, где нужно было найти определенную форму кубик, запустить по нему шарик и тем самым создать какую-то небольшую конструкцию. Губернаторский оркестр народных инструментов «Ямал» отправляется в тур по городам региона. 9 октября коллектив выступит в Таркасале, 10 октября в Губкинском, на следующий день в Муравленко и заключительным станет концерт в Ноябрьске 12 октября. С местными музыкантами будут выступать столичные. Заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов и лауреат международных конкурсов и фестивалей вокалистка Мари Корне. В концертном репертуаре шедевры классической музыки и популярные хиты. Еще больше новостей на нашем сайте «Ноябрьск-24» и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях. «Ноябрьск-24» «Ноябрьск-24» «Ноябрьск-24»